Видите команду, может быть 2, 3, 4, 10 из этих сайтов, и увидят, посмотрят, подумают, ну пойду, раз команда меня попросила. И потом с аудиторией можно работать так, как вам хочется. То есть в какой-то момент вы можете направить на новость на сайте, если вы чувствуете, что, не знаю, сайт магазина простаивает, либо видеоролик, где вам все смотрится, а там висит реклама спонсора, и вам обязательно нужно трафика туда подогнать. Размещайте ссылку на этот ролик, т.е. управляйте трафиком на свой сайт социальных сетей, так как вам это надо. Что касается трафика, на сайт очень тоже интересно, потому что часть, кто лупов и лик, отмечают то, что пользователи, приходящие в социальных сетях, в частности, на сайт nfl, проводят чуть ли не 2 раза больше времени, чем просто посетители, пришедшие, набравшие nfl.com, и смотрят видео там, не знаю, в 3 раза больше, т.е. какие-то процентные показатели прям нереальные, т.е. люди с социальных сетей, как у себя на сайте, примерно по-другому, гораздо лучше, они гораздо выгоднее получаются, чем просто пользоваться. Но с российскими клубами совершенно все, к сожалению, не так. Там пока люди, которые в социальных сетях, они либо просто еще не настолько этим увлечены, либо, там, часть из них лайков и клуб в социальных сетях, не являясь, на самом деле, активным пользователем социальных сетей. И в этом, приходя на сайт, он тоже не ведет себя, как человек, который там помитирует, смотрит, такой неактивный пользователь. И, естественно, это база. Это база контактов, с которой можно каким-то образом работать. Это люди, у которых вы можете узнать их там в ВКонтакте, что в Facebook, или в Twitter, в принципе, у них есть сервисы. Их демографию, т.е. это возраст в ваших болельщиках. То есть, какая-то средняя выборка, да, конечно, это может быть, там, не знаю, 5-10% от всех историй болельщиков в клубах, может быть, там, 50%. Но это все равно уже достаточная выборка для того, чтобы посмотреть, какого они возраста, какого они пола. Может быть, там, в какой-то момент видеть, что увеличение там женской аудитории, значит, квадрата больше не пустить, чтобы женская атрибутика и так далее. Есть возможность отслеживать и демографические параметры. А если есть, например, такая возможность, что можем кого-то пригласить? Да, конечно. То есть, вот человек с инвентом, представитель службы такой, да? Да. Он видит, что один человек очень активно участвует, не понимает и избирает. Нужно пригласить вам дела на работу. Да, конечно. Кстати, буквально неделю назад было обсуждение в рамках, по-моему, какой-то публикации «Ведомостях», о том, что приглашают ли работодателей вообще в день через социальные сети, потому что есть же блоги, люди какие-то активные комментируют, когда рассказывают очень здравые мысли и приглашаются на работу. Не знаю, были ли такие в реакции в спорте, честно, не помню. Единственное, что была история, был некий репортер, которого уволили из какого-то канала, его сын замечательный, создал ему YouTube-аккаунт и создал ролик о его работе, о том, как ему важно сейчас найти новую работу и как ему важно дальше продолжить карьеру, какой он вообще был. Ролик получился потрясающий. Мальчик молодой, очень талантливый. Ролик получил миллиарды просмотров. По-моему, пару-то его взяли, но была речь о том, как во всех публикациях еще на этом ролике, о том, что и мальчика, скорее всего, куда-то с такими возможностями и с такой доброй душой нужно куда-то взять. Естественно, болельщикам очень часто высказываются очень здравые мысли о том, как можно дальше развиваться. И, в принципе, я вообще не исключаю возможности о том, что клубы, в том числе, для работы с фанкнивом, или для работы, может быть, с менеджером в магазине или что-то, в этом роде могут привлекательные социальные сети взять. Минусы социальных сетей сразу для клуба. Можете сказать? Какие риски могут быть перед тем, как они доходят, а что там там будет? Ну, что люди абсолютно забиты, да, на сайт, официально. Есть такое. А в мальчиках? Не все болельщики могут как-то должительно влиять. И в мальчиках уже будет проектов.